Для кого ты бережешь свое «я»? Для себя самого? Геронда, у меня есть помысел, что в том, что я быстро устаю, виновата не только моя телесная слабость. Да, если бы в тебе был божественный огонь, то все было бы по-другому. А как мне приобрести этот божественный огонь? Нужно забыть себя и думать о других. Мне кажется, что трудно делать так постоянно. По крайней мере, постарайся думать и заботиться о других столько же, сколько ты думаешь и заботишься о себе. Так постепенно придешь к тому, что станешь равнодушна к себе в хорошем смысле, и будешь постоянно думать о других. Тогда и Бог будет о тебе думать, и люди. Только не делай этого ради того, чтобы другие думали о тебе. Выходит, что меня мучает мое собственное «я»? Ну, конечно, отбрось свое «я». Если отбросишь, воспаришь. Зачем оно тебе? Для кого ты его хранишь? Для себя? Часть любви, которую оставляешь себе, ты отнимаешь от всецелой и безграничной любви, которую необходимо иметь к другим. Геронда. Как мне отбросить свое «я»? Насколько возможно, исключи свое «я» из того, что ты делаешь, поселив свое сердце других. То, что ты желаешь для себя, отдавай другим. Отдавай, отдавай, не думай о себе. Чем больше будешь отдавать, тем больше будешь получать. Потому что Бог будет тебе в изобилии подавать свою благодать и любовь. Он станет тебя сильно любить, а ты его, потому что перестанешь любить свое «я», которое требует, чтобы его питали гордость и эгоизм, а не благодать Божия, подающая душе все необходимые соки, изменяющая плоть божественным изменениям и заставляющая человека сиять невещественным светом. Буду молиться, чтобы ты скорее ощутила то, о чем я говорю, и избавилась от муки себелюбия. Геронда, а может быть так, что я буду бороться с себелюбием, но в моих делах все равно будет сквозить мое «я»? Все зависит от того, как ты подвизаешься. То, что грязно и отвратительно, человек выбрасывает. Но сначала нужно понять, что это действительно грязно и отвратительно. Не почувствовав отвращение, не выбросишь. Чтобы отбросить ветхого человека, нужно почувствовать к нему отвращение. На парализованных ногах нельзя двигаться вперед. Продолжение следует...